День России. Праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник сегодня считается символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Нашей великой, могучей России, я думаю, что настанут времена, когда при звуках этого гимна не только взрослые будут вставать, но и наше более молодое поколение и вот эти ноты, эти слова, тексты, действительно, этот наш российский флаг, уважение к этим символам будет воспитываться с молоком матери. В Полевском День России отметили концертом творческих коллективов города в парке. Поздравить полевчан пришел и председатель Думы Полевского городского округа, секретарь местного отделения Всероссийской политической партии «Единой России» Александр Ковалев. Мы все разные, но мы живем на одной земле, имя которой Россия. Так давайте же ее делать прекрасней, лучше и сильнее. От имени партии «Единой России», от имени депутатов Городской Думы хочу поздравить вас с самым патриотичным праздником, Днем России, пожелать здоровья, успехов и всего самого наилучшего. С праздником! Кроме этого, в этот же день православные полевчане отмечали Святую Троицу. Праздник Святой Троицы еще называют Пятидесятницей, потому что сошествие Святого Духа на апостолов совершилось на 50-й день после воскресения Христова. Прежде всего, это День России, который мы не можем обойти стороной, с него мы начали свой праздник. Детская программа посвящена полностью символике русского государства. Поскольку русский народ имеет глубокие корни православные, естественно, плавный переход всего праздника у нас проходит в Троицу. Вот сейчас на дальнем фоне как раз приближается к нам приход из храма Святой Троицы. Будет обширная программа, расположенная по всей территории парка. Этот год стал третьим, когда в городском парке управления культурой и приходом во имя Святой Троицы проходит открытый фестиваль народного творчества «Гуляние на Троицу». Целью совместной работы стало сохранение и развитие самобытности, народной культуры и православных традиций. Программа праздника, кроме крестного хода по улицам города, предполагала молодецкие игры и забавы. На одной из полян развернулась трапезная. Главным же сюрприз ждал полевчан на сцене. Лучшие фольклорные коллективы города Полевского, Екатеринбурга, окрестных сел делились радостью и богатством нашего народа. Организация этого праздника легла на плечи храма Святой Троицы. Управление культуры Полевского городского округа. Огромное спасибо коллективу из Екатеринбурга «Перезвон», руководитель Валентина Ивановна Паркулаб. Они давние наши друзья. Они поддерживают не первый год наше начинание в этом направлении. Я думаю, что русские традиции сильны корнями, и мы их поддерживаем и развиваем дальше. Перед молитвой священнослужителей Свято-Троицкого храма отступили и грозовые тучи. Выглянуло солнышко, и в воздухе воцарилась атмосфера любви, единения и всеобщей радости. Так и должно было быть, говорит настоятель прихода отец Илья. Мы для этого и вышли за пределы храма, чтобы нести добро. С тем, чтобы порадоваться, с тем, чтобы эта радость, она и в самой природе отразилась, и в наших душах и сердцах, а также по возможности тех, кто пока далек от церкви, не знает, что это такое, хоть в какой-то мере могли бы приобщиться к этой радости. Праздник Святой Троицы заключает в себе двойное торжество. И в славу Пресвятой Троице, и в славу Пресвятого Духа, видимо, сошедшего на апостолов и запечатлевшего новый вечный завет Бога с человеками. Укрепленные Божьей благодатью апостолы пошли проповедовать и совершали и чудеса, и знамения, совершали исцеление больных, а самое главное, все совершали ко спасению людей. То есть и таинства церковные, проповедовали истинную веру христианскую. Хочется пожелать всем нашим горожанам утверждаться в вере наших отцов, хранить душу свою в чистоте. Это очень важное условие, чтобы благодать Божья была с нами и всесильной помощи Божьей всем вам. Ксения Болвинкова, Сергей Чижов. Новости нашего города.